Всем привет! В этом видео я покажу, как можно преобразовать и вдохнуть новую жизнь в старые вещи. У меня есть куртка из денима. У нее есть потертости, которые мне сейчас не нравятся, поэтому в этом году я совсем не носила эту куртку. Но мне пришла идея добавить немного цвета, и теперь это одна из моих любимых курток для лета и осени. В качестве материала я буду использовать узбекский атлас. Этот материал очень тонкий, легко драпируется. Такую скользящую и нестабильную не так-то просто присоединить к такому жесткому дениму, поэтому я его продублировала. Приклеила тонкий флизелин, это полупрозрачная клеевая, вот с такими капельками клея. Это может быть совершенно любой материал. Мне кажется, кружево будет шикарно выглядеть на дениме. Что еще можно использовать? Вообще, все, что вам нравится. Например, ткань, материал с поэтками. Это может быть двусторонние поэтки, которые меняют цвет в зависимости от направления, как вы их погладите. Даже, к примеру, вельвет. Любой принт, например, цветочный, геометричный, абсолютно любой. Я не буду замерять стороны этой детали, тем более, что я вижу, что она не идеально симметрична. Вот, к примеру, вот этот шов уходит. Я просто наложу его сверху, я приложу его с запасом, совмещаю разрез с отметкой середины, прикрепляю на пару сантиметров выше. Теперь я буду скреплять верхнюю и нижнюю деталь как можно чаще, для того, чтобы зафиксировать это полотно. И пройдусь прямо вот так по периметру, скрепляя булавками. Теперь я проведу линию по очертаниям. Здесь швы очень рельефные, поэтому сделать это не составит никакого труда. И срезаем лишнее, оставив примерно полтора сантиметра. От той линии, которую мы начертили. По той же линии, по которой мы очертили мелом только что. Либо можно ориентироваться на шов, чтобы не оставалось пространства между рельефным швом и вашей новой деталью. Вот так, булавкой. По уголку сначала отгибаем одну сторону, затем отгибаем вторую. И теперь можно проложить строчку вручную. То есть подшить ручными мелкими незаметными стежками. Можно просто проложить строчку примерно один миллиметр от края, от сгиба. Со всех четырех сторон. И точно так же я обработаю кокетки на передние детали. Кстати, один лайфхак. Из-за того, что вот здесь есть большая отличительная разница в толщине, строчка может получиться неаккуратной. В некоторых местах вообще могут быть пропуски. Поэтому можно использовать специальную пластину для утолщения. У меня такой пластины нет. Я использую кейс с иголками от шмец. Они тонкие. И как раз идеально справляются с этой задачей. Я поднимаю лапку, вкладываю упаковку с иглами, опуская лапку. И теперь у меня толщина с обеих сторон лапки выравнивается. И благодаря этому я могу не беспокоиться о качестве строчки. Все получится отлично. Единственный момент. Вам просто придется периодически поднимать лапку, перемещать пластину или кейс для иголок. Не вижу в этом ничего страшного и сложного. Занимает это буквально одну секунду. Кстати, когда перемещаете пластину, ставьте ее не прямо перед лапкой, а примерно посередине длины лапки. Чуть глубже, чем игла на пару миллиметров. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ